ПОДПИШИСЬ! 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 Вы знаете, давненько мы с первого тайма не видим на площадке бардером в истории. Многие из вас критикуют и наставников. И психологический гнет наблюдается здорово. Такая комбинация прошла. Раз-раз и в дамки почти вышли тюменцы. В одно касание, там с быстрой перепасовкой. Три-два! Тем же Янара Асадова и вот в излюбленной манере чипы, начинавшие карьеру вместе давно. Не вспомню свои эти слова. Первого тренера Янара Асадова неверно назвал, а сейчас здорово. Но мне показалось, что Георгий Замторадзе не играл рукой, а судей прямой требовало. Такие спорные эпизоды может затем просмотреть арбитр. Я не беру отыграть в меньшинстве, если, конечно, чуть ранее Тюмень не отыграется. Место Замторадзе на площадке. А это Асадов, Асадов! Чисто, чисто. Но для того, чтобы выиграть секунды, Бурков это сделал. Илья Беспалы, серебряному призеру студенческого чемпионата мира, вряд ли предполагал, что выйдет в игру. Моменты спасти, потащить, выручить команду. Еще один удар вперед. Иногда сам глаз не успевает, само зрение. Только понимающие игру болельщики, собравшиеся на трибунах. Асадова даже в его юные годы. Момент у Антошкина и еще на перекладе. Уже слегка сил не хватает. Хозяевам более активно действовать в отбор. Технические особенности. Дриблинг, мастерство. С дружекворотом ждет диагонали прострельной. Именно из этой точки он вчера забил. А забивает Янара Асадовы. Кепки, шапки. Это Янар. Янарищ. Борец различных восточных единоборств. И не только русских, российских. А счет становится 5-2. Во втором матче четвертого тура. Хозяева перейти. Скоро вы увидите подборку важных иглевых моментов игры. Я призываю вас всех завтра подключать.